В продолжение Йеменской темы, начатой в прошлом видео, не могу не прокомментировать рассказ Марка Семеновича Солонина о йеменских евреях. Я уже говорил в своей цикле об израильских войнах, что кроме всего прочего в Йемене евреям запрещалось выходить из дома во время дождя. Почему? А чтобы мерзкий пот с еврея, смытой дождевой водой, не подошел к домам правоверных. После создания государства Израиль, там начались естественно погромы, Израиль эвакуировал всю еминскую еврейскую общину с самолетами. Новорожденное государство вывезло порядка 40 тысяч евреев оттуда. На прощание с ним взяли выкуп за каждого взрослого мужчину, покидающего Йемен, и за каждый экземпляр Торы. Они же прекрасно понимали, что Торы евреи не оставят. После чего Йемен освободился от евреев. На самом деле, отношение к евреям в Йемене было самым разным на протяжении веков. Их заставляли под страхом смерти принять ислам. А после того, как очередной султан, которому приходила в голову эта идея, был убит, новый султан отменял эти решения, и те, кто перешли в ислам, могли снова обратиться в иудаизм. Разрушались синагоги, а в другое время они строились. При некоторых правителях евреи объявлялись нечистыми. Это к вопросу о высказываниях Солонина о мерзком еврейском поте. Но речь идет не о евреях, речь идет об иноверцах вообще. И это проблема не антисемитизма. Это, к сожалению, проблема правовой архаики, когда источником права в 21 веке является религия или архаичная традиция. Это философско-гуманитарная проблема всего человечества. А отнюдь не только и не столько ислама. Религия не хочет быть просто культурным памятником древних времен, но продолжает лезть в политику, в общественную жизнь, контролировать социум и делать свои бизнес-проекты. И хорошо, если она помогает более-менее вменяемым людям, вместо того, чтобы воровать и убивать, строить в пустынях фантастический мир современности, как это делается, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Возвращаясь в Йемен, при других правителях евреи возглавляли монетный двор этого государства. А люди попроще занимались теми ремеслами, в которых они были способнее арабского населения этой территории. Неправдой является то, что все евреи были вывезены в 1948-1949 годах из Йемена. Из британского Адена, например, в котором, собственно, в 1947 году и случился погром, в котором погибло 82 человека, при абсолютном попустительстве британских властей, которые, на мой взгляд, просто мстили евреям за то, что не смогли их укротить в Палестине. Так вот, из этого британского Адена уехало примерно 20% из 9-тысячного еврейского населения на тот момент. И только начиная с 1959 года и дальше, вследствие обострения ситуации в Южной Аравии, еврейская эмиграция из Йемена продолжилась. Но даже во второй половине нулевых я встречал в окрестностях саны еврейских ювелиров, серебряных дел мастеров. Но самое важное мне видится в незатейливой фразе о том, что молодое государство вывезло десятки тысяч евреев в Израиль. Это так называемая операция на крыльях орлов, которая в англоязычных источниках называется magic carpet – волшебный ковер или ковер-самолет. Никаким предметом гордости эта операция не является. Напротив, профессор университета Бен-Гуриона в Нигеве Эстер Мейер Глитценштейн называет эту операцию провальной. Она как раз занимается в первую очередь историей переселения евреев из таких стран, как Ирак и Йемен. Она обвиняет в коррупционном сговоре американский и еврейский джоинт, который занимался этой операцией, йеменского имама и британскую администрацию. Утверждает, что операция была недостаточно продумана и подготовлена, вследствие чего по дороге из северного Йемена в Аден, откуда проводилась эвакуация, погибли более 850 человек. Предполагается, что не последнюю роль в эмиграции йеменских евреев сыграли экономические проблемы, политический хаос в Йемене, возникший после убийства имама Яхи, воссоединение семей, а в Палестине к тому времени жило довольно большое количество выходцев из Йемена. Ну и, разумеется, сианитская пропаганда. Йеменским евреям объясняли, что проезд оплатит Израиль, что все их экономические проблемы будут решены Израилем, что Израиль для них – это страна неограниченных возможностей, и что Бог больше не хочет, чтобы они жили в этой земле. Однако по возвращении вместо комфортной жизни иммигранты получили совсем другое. Отсутствие элементарных удобств, высокомерное отношение к ним европейских евреев в Ашкеназии – это дело, хорошо известное в Израиле, значительно хуже знают в остальном мире. Дело йеменских детей. И эта полудетективная история на 76-м году существования еврейского государства до сих пор не закончена. Сам малосимпатичный для меня израильский премьер Натаньяху назвал эту проблему открытой раной, которая продолжает кровоточить. После того, как, если пользоваться лектикой Марка Семеновича, молодое государство перевезло стражущих и спасающихся от злобных антисемитов новых граждан из арабских стран, разместило их в палаточных лагерях, наоборот, оказалось, что через три года после операции по репатриации в 52-му году там проживало более 200 тысяч человек. Из них менее 50 тысяч были йеменские евреи. Условия содержания, антисанитария и отсутствие нормального быта способствовали распространению болезней. Люди болели, умирали, в том числе и дети. При этом детей старшего возраста отдавали в семьи на временную опеку. Малышей же помещали в карантинное отделение различных больниц. Причем контакты с родителями запрещались. И вдруг многие родители таких детей стали получать из больниц информацию о том, что их дети умерли. При этом часто такая информация доводилась через радиосвязь, даже без каких-либо официальных документов. О местах захоронений ничего не сообщалось. В обществе стала гулять информация, что дети на самом деле живы. Их просто передают в семьи богатых ашкенадских евреев на усыновление. И делается это на коммерческой основе. Косвенных доказательств подобного было немало. Во-первых, большинство подобных детей были из йеменских семей, хотя немало и других иммигрантов мезрахи, то есть восточных евреев, из Магриба и Ближнего Востока. Хотя, на мой взгляд, называть магрибских сефардов мезрахи, восточные евреи, довольно нелепо. Все дети пропали в больницах. В подавляющем большинстве случаев родители получали, как уже говорилось, устную информацию. При этом даже она доводилась в тех случаях, когда родители сами интересовались, куда пропали их дети. Через несколько лет случился отдельный казус, когда некоторое количество родителей, этих самых исчезнувших детей, вдруг получили на имя этих детей повестки о призыве в ЦАГАЛ в соответствии с вероятным призывным возрастом. С середины 60-х годов до настоящего времени было организовано несколько официальных комиссий, расследовавших эту проблему. Все эти комиссии, в конечном итоге, заявляли, что подавляющее большинство детей, считающихся исчезнувшими, действительно умерли. Но судьбы нескольких десятков из них по-прежнему неизвестны. Заявления эти были сделаны без всяких доказательств. А последняя комиссия, так называемая комиссия Коэна Кедми, да-да, того самого Якова Кедми, симпатизанта Владимира Путина, не вылезающего из российских масс-медиа, который на тот момент был членом Верховного Суда Израиля. И, как говорится, highly likely очередной Шабтай Калманович. Так вот, эта комиссия пришла к тому же выводу попутно на 70 лет до 2071 года, засекретив сотни тысяч документов по этому делу. В 2016 году специальная комиссия Кнессета показала, что над именскими детьми проводились медицинские эксперименты. Многие дети умерли в результате халатности врачей. Четверо детей, страдающих истощением, умерли после экспериментальной инъекции белка. После вскрытия детей хоронили в братских могилах. В некоторых случаях внутренние органы передавались для исследований американским врачам. Кроме того, удалось подтвердить единственный случай совпадения ДНК из одного захоронения. В 2021 году правительство приняло решение выплатить пострадавшим семьям по 200 тысяч шекелей, тем, где судьба ребенка неизвестна, и по 150 тысяч шекелей, тем, кто не получил документальное подтверждение о смерти. И, наконец, в декабре 2021 года газета Харец привела ссылки из неопубликованного отчета Минздрава Израиля, в котором, в частности, сказано, что раскрывается участие врачей, медсестер и опекунов в забирании детей и выступлении в качестве посредников при их усыновлении, иногда в обмен за деньги. В докладе фиксируются российские представления об отсталых иммигрантах из Ближнего Востока и Северной Африки, приводя в качестве предлога акцию, соответствующую наилучшим интересам детей. По приблизительным оценкам, в еминских семьях пропадал каждый восьмой ребенок. Кроме размещения в больницах, родители просили отдавать детей в ясли под предлогом того, что о них там будут заботиться. Никто из родителей так никогда и не увидел тело своего ребенка. Критика результатов расследования комиссии сводится в первую очередь к тому, что они основывались на перечне смертей детей, составленных задним числом. Два архива документов, связанных с этим делом, были просто уничтожены в период работы комитета. При этом было заявлено, что это сделано по ошибке. Общественные организации Израиля требуют признания факта изъятия детей, передачи их на усыновление либо продажи за деньги без ведома и одобрения родителей. Требуют признания российского контекста этого дела по отношению к неевропейским евреям. Требуют опубликовать детали медицинского обследования и лечения иммигрантов и детали экспериментов, которые в процессе этого лечения осуществлялись. Создание высококвалифицированного органа для проведения, в частности, ДНК-экспертиз для семей усыновленных. И, конечно же, прозрачность всей этой истории, включая школьную программу. Возвращаясь к началу истории о Йемене, в чем же причина такого странного развития этого государства, той странной ситуации, к которой он пришел в начале 21 века? В чем причина бесконечных войн и неумение построить маломальски пригодное для жидья общество? Кто-то говорит, что дело в религии, другие, что в колониальном прошлом, третьи утверждают, что виной всему трейбализм. Различных племен со своими интересами, со своими вождями в этом регионе действительно много. Несомненно, все эти факторы имеют большое значение, как и вмешательство Советского Союза с его экспансионистскими планами, разворошившего этот архаичный муравейник. И все-таки самое главное мне видеться в другом. И люди, которые не побывали в Йемене, не увидели глубину этой проблемы, вряд ли смогут оценить ее значимость. Если использовать игру слов с употреблением украинского языка, то страну буквально закатувалы. Кат в украинском, если кто-то не знает, это злодей, мучитель, палач. Так вот, Йемен действительно замучен катом. Этот кат наркотик. Ката идулиц, пожалуй, единственное растение, широко распространенное как в северной части, так и в Ходромауте. Его, как и листья коки в Южной Америке, могут использовать для приготовления местного чая. Однако, главным образом его жуют. Жуют его, конечно, не только в Йемене, но и во многих близлежащих восточно-африканских странах, таких как Джибути, Сомали, Сомалилент, Эфиопия, Кения, Уганда, Руанда и другие. Он попадает также на северный Мадагаскар, где власти, тем не менее, борются с его контрабандой. И все-таки главный потребитель этого наркотика Йемен. В течение многих столетий практически все мужское население этой страны и большая часть женского, хотя официальные цифры приводят 25% женщин. Но это, разумеется, ничем не подтверждено, потому что сами йеменцы рассказывали мне, что определить цифру употребления наркотика среди женщин практически невозможно из-за того, что большинство из них носят никабы. И увидеть, как они жуют кат, просто невозможно. Сами йеменцы считают, что от 60 до 70 процентов женщин также подсажены на эту дурь. Разовый прием на первый взгляд никакого вреда не приносит, но в этом и опасность наркотика, что он, являясь частью йеменской культуры, употребляется, начиная с полудня, в самых разных точках этой страны. Я наблюдал, как все население озабочено только одной проблемой. Где купить свежий кат? В голове сложились даже строчки «Бежит матрос, бежит солдат, в пакете тащит кат». Я просто наблюдал такие сцены, когда действительно бегут люди в форме и в руках держат пару пластиковых пакетов, набитых этой дурью. Несут они это в казармы, где их встречают точно такие же военнослужащие. Через полчаса у каждого из них во рту будет комок из этих жеваных листьев, напоминающий большой флюс. В руках у военного автомат Калашникова или М-16, а во рту кат. Я видел полицейских, регулировщиков, которые управляют дорожным движением с тем же самым флюсом. В Йемене немалое количество целых плантаций этого растения и это вполне легально. Употребление ката в армии даже поощряется, потому что он может выступать в роли анестетика, снимать усталость и вводить организм в состояние возбуждения и эйфории. При постоянном применении человек становится абсолютно неадекватным. Постоянное употребление в течение многих лет приводит к необратимым психическим изменениям, приводит к заболеваниям в том числе и чрезвычайно серьезно ротовой полости желудочно-кишечного тракта и отрицательно влияет на увеличение продолжительности жизни. О масштабах этого явления можно судить хотя бы потому, что встречавший меня в сане йеменский водитель первое, что он сделал после приветствия это предложил попробовать свежего катку, который он вытащил из пакета висевшего у него на баранке. Глаза у него уже были стеклянные и когда он в некоторых случаях гнал по вполне приличным йеменским хайвеям построенных китайцами на 150 километрах не забывая выплюнуть приличную жвачку выглядело это довольно интересно. Англичане пытались бороться с этим явлением на своих территориях однако у них ничего не получилось и те администрации которые предполагали запретить или ограничить употребление ката немедленно отправлялись местными в отставку. Именно в такой стране не понимая местных нравов и обучая советские решили построить кат-социализм. Чем это кончилось хорошо известно. Забавно что бывшие советские инструкторы когда они пишут какие-то воспоминания о Южном Йемене никогда не упоминают об абсолютной наркотической зависимости этого населения. Таким образом приплюсовав к сказанному ранее перечисленные факторы можно понять как появилось это недогосударство почему оно в результате превратилось в фейл-стейт и почему из этого порочного круга никогда не найдется выход если люди не избавятся от своей наркотической скрепы. А этого в обозримом будущем конечно же не произойдет.